Сегодня бывший вратарь «Зенита», а ныне Ливеркузенского байера Андрей Лунёв публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру, потому что ему не выплатили премиальные за последний чемпионский сезон «Зенита», в котором он, кстати говоря, играл сравнительно немало. Всем выплатили, а ему нет. Что сказать, вратарей – люди особенные, наивные. Андрей Лунёв должен быть благодарен жизни и природе, что ему уже давно исполнилось 27 лет, и он не мог загреметь в армию, как Иван Федотов, который своим уходом из хоккейного ЦСКА, так разочаровал клуб, что теперь служит в Северодвинске. Хотя, разумеется, клуб уже сообщил, что никакого отношения к этому бороду судьбы Ивана Федотова не имеет. А мы, разумеется, в это верим. Это футбольный клуб. Чемпионат России стартовал, прошло уже два тура. Он совершенно непредсказуем. В первом туре были одни ничьи, во втором практически одни разгромы. Прогнозировать что-либо в этом роя событий сложно, но если все-таки вы попробуете и захотите сделать ставку, то к вашему слугам мой верный и надежный букмекерский партнер компания Фонбет. Регистрируйтесь в приложении, и новые игроки при введении промокода «Уткин» получат 2000 рублей на фрибет. Подробности в закрепленном комментарии. Это футбольный клуб. Билетеристическая не объективная, а субъективная программа о футбольных и иногда других событиях недели. Поделюсь с вами важной новостью. Я хотел давно это уточнить, но все искал случай. И вот сегодня смог это сделать у одного из самых влиятельных людей в российском футболе. Как известно, ФИФА наделила футболистов правом расторгать, вернее, приостанавливать в течение года контракты, заключенные с российскими клубами. В этой связи клубы, которые подписывают новых футболистов или обновляют контракты со старыми, включают в контракт пункт о том, что футболисты обязываются этим пунктом не пользоваться. Но дело в том, что это не более чем джентльменское соглашение по факту, поскольку и так решение ФИФА действует поверх контракта. Поверх любого заключенного контракта и каждого его пункта. Если мой собеседник действительно хорошо разобрался в вопросе, то получается, что весь смысл переподписания контрактов с зенитовскими бразильцами в том, что теперь они получают больше денег в основном и тем самым получают вознаграждение за то, что решены возможности показывать себя в европейских футбольных турнирах. И тем интереснее, что сегодня, например, стало известно, что полузащитник локомотива француз Бека-Бека продан локомотивом во французскую Ниццу. Я, правда, не поверю сначала, что это случилось за 15 миллионов евро, о чем сообщил, собственно говоря, источник в локомотиве. Думаю, этого источника зовут Томас, а фамилия его, скорее всего, Цорн, но, честно говоря, это моя догадка. Мне кажется, что Бека-Бека, скорее всего, был продан за более скромную сумму, но тем не менее продан, а не приостановил контракт и уехал в Ниццу просто так. Да, это футбольный клуб Ницца. Кстати, Ниццу действительно можно сравнивать с Сочи, но тем не менее Ницца то ли 4-й, то ли 5-й, по-моему, в речне город во Франции. То есть это довольно большой город, и у него вроде бы есть амбиции. Кроме Бека-Бека туда переходит еще и Каспер Шмейхель из Лестера. Вот это довольно неожиданная новость, которая, в общем, меня, честно говоря, немного потрясла. Что же до Бека-Бека? Пока-пока. Сегодня я полюбопытствовал, что могло быть интересно зрителям сегодняшнего выпуска, и в Телеграме оставил специальный пост, где все могли оставлять свои вопросы. Вот еще один плюс для того, чтобы подписаться на мой Телеграм. Самым популярным, конечно же, был вопрос о том, каким образом сложилось или не сложилось мое общение с Лазеромом Федотовым. Об этом повествует новый выпуск «Нобеля Ростовена». По-моему, это единственное, что там за кого-либо взволновало. К этому я еще вернусь. Но вот на этой неделе, в частности, важным событием, наверное, стала презентация и просто появление в «Динамо» нового защитника из Парагвая. Его зовут Фернандес, вполне динамская фамилия. У нее есть динамская история, хотя и с другим футболистом. Короче говоря, мне задали вопрос. В «Динамо» есть два молодых защитника. Не назвали Паяни, поэтому я не буду называть. Не знаю, кого имел в виду мой собеседник. Но, тем не менее, есть два молодых защитника. Почему бы им не дать возможность попрактиковаться, пусть они будут сначала ошибаться? Очень простая логика, друзья. Во-первых, футболист не должен ничего получать даром. И в состав надо пробиваться, а не получать какой-то шанс из-за того, что просто уехали другие игроки. А во-вторых, а почему вот нужно давать одним игрокам шанс с ценой карьеры других игроков, которые там уже играют, которые уже собираются, как определенный футбол, а у них в защите будут два неопытных человека. Вот, собственно говоря, такое очень простое рассуждение. Вообще, конечно, уровень падает довольно существенно, хотя смотреть такой футбол бывает и интересно. Честно говоря, по-настоящему качественным. Мне показалась только игра «Локомотива» и «Ростова» в минувшем туре, и то с некоторыми оговорками. А вот, например, матч «Химок» с нижегородцами. Если посмотреть на голы, вы знаете, если бы эти голы мне показали и сказали, что это чемпионат России, допустим, пяти- или четырехлетней давности, я бы подумал, сейчас я так не думаю. Я никого не обвиняю, и сейчас я так не думаю. Но если бы вот в таком контексте мне их показали, я бы, честно говоря, подумал, что проигравшая команда матч сдаёт, потому что, собственно говоря, ни в одном из эпизодов «Забитых голов» борьбы нет. И защитники находятся примерно на то же расстояние, на котором, так сказать, держат свою партнершу в медленном танце парень, который впервые половины скотеку класят, например, в седьмом. Сейчас же это просто уровень, на котором находятся команды, которые ещё не поставили свою игру, а, возможно, им и не судьба её будет поставить. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, сказал один из величайших русских поэтов, а, может быть, и величайший, но, тем не менее, это касается ко всем, кто говорит публично. Вот, например, когда я в последний раз говорил о союзе Владимира Федотова, тренера и футбольного клуба ЦСКА, я высказался, что это, в общем, ну, по-моему, это зашквар. Объяснял, почему. И тогда все мне написали, многие написали даже в каких-то своих текстах в Телеграм-каналах, не будем показывать пальцем, не будем показывать пальцем всё-таки, да? Но, тем не менее, типа вот я занимаюсь хейтом, я накатываю, я его гоню, я его троллю, и вообще это всё говорит о моей, конечно же, предвзятости. Ну, предвзятости, субъективность, вообще-то говорят синонимы, просто на самом деле я всё-таки хотел бы сказать, что моё мнение по определению субъективное, это же единственное личное мнение, но это не оправдание. Ну, вот в среду, т.е. когда я пишу этот выпуск, в 11 утра вышел выпуск у Нобеля Рустамена новый с главным героем Владимиром Федотовым. И что же в этом выпуске обсуждается? Либо то, что я говорил Владимиру Федотову, либо то, что я не стал с ним разговаривать по телефону, когда Нобель мне позвонил. Ну, смотрите, во-первых, вы спрашиваете, почему я не стал разговаривать? Очень простой ответ. Я не хочу играть в игры, которые мне навязаны. Это во-первых. А во-вторых, у меня нет вопросов Владимира Федотова, и мне совершенно не о чем с ним разговаривать. Пусть он спокойно занимается своим делом, пусть отвечает перед своими работодателями. Я вообще уже искал к этому свои отношения и сам к этому возвращаться совершенно не собирался. Владимир Федотов, а следом за ним и многие зрители, задаются вопросом. Как же так, Василий? Вы составляете мнение о человеке, вы скажете мне о человеке, которого вы даже не знаете лично. Хо-хо. Простите, а в комментах разве вы, уважаемые зрители, не этим же занимаетесь? И я вас в этом сутуязмом, собственно говоря, поддерживаю. Разве вы не пишете там обо мне, что какие-то понегельки иногда, но чаще все-таки нормальные гадости, а иногда такие непростительные гадости? Разве вы меня знаете лично? Да, пожалуй, что нет. Ну, а когда мы с вами обсуждаем, допустим, Криштиану Роналду, вот в выпуске-то еще впереди, или Лео Месси, или, прости господи, Юргена Клопа, или даже, ну, хотя бы, ну, вот того же самого Бека-Бека. Ну, что по-вашему? Ну, что ж, мы их и всех знаем лично, что ли? Нет, конечно. А когда мы с вами обсуждаем исторические события какие-то, да, это часто сейчас используется в аргументации, в разных самых спорах важных, да, просто, может быть, некоторые из них даже важнее жизни, кому-то кажется. Мы что, там были, видели своими глазами? Да нет. Я сужу о футболистах по тому, как они играют, по тому, как они себя проявляют каким-то образом в соцсетях, или в общественной жизни, каких-то поступков, короче говоря. Вот так же, собственно говоря, мы все и живем, и точно так же поступает каждый нормальный человек. Мало того, для журналиста, вообще говоря, очень важно сохранять дистанцию со своими персонажами. Вот, например, Лев Филатов, куру нашего цеха, вообще ни с кем никогда в футбольном мире не дружил и не хотел никого знать как личностей, потому что это мешало бы ему, по его мнению, на мой взгляд, ошибочному, и сейчас так действовать уже было бы невозможно, то есть, совсем от этого отказываться. Короче, потому что Филатов считал, что это помешает ему быть объективным, но я-то не стараюсь быть объективным и не выдаю себя ни за какую, собственно говоря, истину ни в последние, ни в предпоследние инстанции. Я отвечаю всего лишь за то, что я действительно думаю то, что говорю. Ну, где ты, Барбара? Барбара? Упс. В последнее время в российском футболе крайне актуальна тема современной и отечественной музыки. Тонны разговоров, кому петь в финале Суперкубка, Кубка, Лева Би-2 в спартаковском шарфе, Максим, который аж два раза не пожалел и ног, боже мой. Местами это даже интереснее, чем футбол. А благодаря этому даже узнал, кто такая Люся Чеботина. Не Чеботкина, а Чеботина. Правда, я теперь не знаю, что мне с этим знанием делать. Монако и так было знаковым местом для российского футбола. Там Суперкубок брал «Зенит», там играет «Головин», там пили шампанское Кокорин и Мамаев. Ну, а теперь вот еще и песня. Люся, которую, правда, спартаковские фаны освистали, ну, до чего уж с них взять. Песня так нормальная. Хотя я, правда, не фанат. Впрочем, о вкусах не спорят. Даже в одной компании вкусы людей могут сильно разниться. Это касается и музыки, и еды. Ну, полагаю, с музыкой вы сами разберетесь. А вот где заказать еду, чтобы она подошла на любой вкус, на все варианты и в каждой компании, я вам сейчас расскажу. Сервис доставки еды «Фудбенд». Беспроигрышный вариант. Начнем с нашей любимой пиццы. Со мной сегодня домашняя. С ветчиной и маринованными огурчиками. Все, как мы любим. Ну, и еще особенное «Семь сыров» от бренд-шефа Антона Большакова. Семь сыров. Ну, где вы еще такое видели? Фанатом экзотики «Фудбенд» предлагает поки, роллы, а также блюда с китайской сковородки «Вок». Вот баклажанчики по-китайски, например. Ну, а если вы хотите закусить под футбол, есть и настоящая классика, куриные крылочки, например, и разные другие вкусности. Кстати, предпринимателям из региона «Фудбенд» предлагает франшизу. Подробности в описании. Промо-код ВАСЯ25 даст вам большую скидку на любые блюда и на все заказы. Доставит «Фудбенд» все очень быстро. Может быть, даже аппетит не успеете нагулять. Переходите по ссылке и питайтесь по-царски. Ну, или по-княжески. Как те, кого греет солнце Монако. Что же касается отношений, которые я сформировал для себя к Владимиру Федотову и которые сейчас меня вынуждают снова повторить. Во-первых, я вспоминаю ситуацию, когда Федотов переходил из Оренбурга в Сочи. Это было три года назад, если я ничего не путаю. Зимой в межсезонье. И тогда Оренбург шел вместе на девятом, а Сочи замыкал турнирную таблицу. И их игра, которая должна была состояться до перехода, последняя игра до перехода Владимира Федотова в Сочи, который был уже решен, эта игра была перенесена по совершенно надуманному поводу. Потому что тогда было бы неудобно. Оренбург, получается, прибил бы в Сочи. И Федотов оказался бы в более сложной ситуации, перейдя туда. Эта ситуация никогда никем не была прокомментирована. Там было какое-то оправдание относительно эпидемии в команде. Но, вообще-то говоря, будучи тренером Сочи, например, Владимир Федотов ведь не выступил в качестве инициатора и не поддержал даже морально потенциальный перенос. Помните, в пандемию, когда из-за эпидемии, но уже настоящей и подтвержденной, Ростов приехал играть в Сочи 17-летним составом. Мне кажется, здесь очевиден когнитивный диссонанс. Кроме того, я страшно не люблю, когда меня считают за идиота. Когда вот думают, что я как-то не понимаю слова человеческие и так далее. 12 апреля 2021 года. Ссылка на этот выпуск здесь будет у меня под этим, собственно говоря, видео. Я делал реплику по итогам того самого четвёртого из первых четырёх матчей «Зенита» с Сочи в певерлиге, который в Сочи, естественно, был проигран. После которого Владимир Федотов говорил, «Ну, неужели вы думаете, что я могу прийти в раздевалку и сказать тем же футболистам, которые сейчас на певерлиге работают, что, ребята, сегодня мы игру сдаём?» «Ну, неужели вы можете в это поверить?» «Я объяснил своё отношение к этим словам. Мне кажется, что это была попытка считать меня идиотом. Но я, естественно, Владимир Федотову поверил». Ну вот, собственно говоря, и всё. Мне не нужно, чтобы вы со мной соглашались, но вы просили объяснить, я объяснил. И очень надеюсь, что мне к этому возвращаться не придётся. А перешать следующий вопрос. Я совершенно не считаю Владимира Федотова плохим тренером. Желаю ему здоровья, а успехов пусть ему желают другие люди». Интересный оборот в минувшие выходные получила история с «Фан Уйди», которой по-прежнему не хотят оформлять очень и очень многие болельщики. В частности, болельщики московского «Динамо», которые бойкотируют матчи команды в премьер-лиге из-за «Фан Айди», они решили поехать на игру команды «Динамо-2» в город Кострому, где «Фан Айди» не требуется и, скорее всего, не будет требоваться никогда, потому что эксплуатация системы, которая всё это проверяет, стоит, я думаю, примерно половины бюджета, которая выделяется в Костроме на спорт, ну или что-то в этом роде, не думайте, что я их считал. И вот они приехали в Кострому и тем самым совершили путешествие на машине времени. Я прекрасно помню эти матчи середины 90-х, когда фанаты дрались с ОМОНом. Ну или не фанаты, и, может быть, сейчас появилось новое слово «околофутбольщики», а может быть, даже и не с ОМОНом, но, в общем, с правоохранителями. И я думаю, что, наверное, им это, в общем, никаким наказанием не обойдётся, потому что в Костроме вряд ли есть система видеонаблюдения соответствующая, соответствующая фан-айди там не требуется. А подобная история, я думаю, может твориться ещё не раз и не два. Ну, потому что бессмысленно закрывать кипящий котёл плотной герметической крышкой. Там или тут обязательно просочится, так или иначе он, скорее всего, взорвётся. Европейское межсезонье тем временем заканчивается. Английские клубы постепенно возвращаются кто? С Ближнего или Дальнего Востока, где они готовились, кто из Америки. В эти выходные уже состоится Суперкубок Англии, который, естественно, опять как-то коммерчески называется. Даже не хочу начинать интересоваться, узнавать, как это сейчас называется, всё равно. Но, тем не менее, вот Эрлинг Холланд забил первый гол за Манчестер Сити в первом же своём матче, где вышел в стартовом составе. Реалы Барселоны сыграли между собой в Америке. Это, в общем, вызвало довольно серьёзный интерес. И Пике скандировали имя Шакиры, потому что в Америке на футбол уходят латиноамериканцы в основном, а они Шакиры, естественно, любят очень и очень сильно. Ну и Усман Дембеле в очередной раз удивил, забив за Барса. Совершенно чудодейственный гол в ворота Ювентус. Вот как она меняет игрока то ли Женитьба, то ли приход нового тренера. Кстати, не исключено, что когда-то со временем это может быть одним и тем же событием. Судьба Криштиану Роналду. Всё труднее и труднее с каждым днём. После того, как не состоялся его переход в Баварию, и даже на этой неделе генеральный директор Баварии Оливер Кан выступил с специальным разъяснением, что Криштиану, безусловно, великий игрок, но он не вписывается в философию клуба. После этого, так говорили осведомлённые люди, сэр Алекс Фергюсон пытался уговорить то ли Манчестер Юнайтед, то ли самому Криштиану. Возобновительные тренировочные отношения. Фергюсон это опровергал, но об этом продолжают говорить. И после всего этого в среду ещё и болельщики Атлетика Мадрид, причём болельщики Атлетика Мадрид во всём мире, подписали коллективное письмо в адрес своего руководства. Вы не подтверждали этого, но мы знаем, что переговоры с Криштианом Роналду ведутся в той или иной форме, и его появление в Атлетика может состояться. Болельщики Атлетика сказали, что Криштиану совершенно точно не наш человек. Это не в духе Атлетика. Это не в духе той скромности, с которой нужно играть за Атлетикой и делать общее дело, а не выпячивать себя. Я отстирываю близко к тексту, но в общем смысл именно в этом. Не правда ли это очень и очень серьёзный поворот в жизни? Когда в сущности одно и то же о том, что ты объективно не нужен, будучи прекрасным футболистом, говорит, с одной стороны, главный функционер большого европейского клуба, а с другой – болельщики со всего мира другого европейского клуба. Удивительное событие. Ну и поскольку всю жизнь мы сравниваем то, что говорится о Криштиану, с тем, что происходит или говорится с Лео Месси, и наоборот, вот Лео Месси, в общем, после неудачного для себя сезона в ПСЖ, знает не только, что его по-прежнему любят болельщики этой команды и хотят его там видеть, но и знает название своей будущей команды, потому что тренер Барселоны Хави надеется, продолжает надеяться на то, что после ПСЖ Месси вернётся в Барселону. И молодые игроки Барселоны тоже очень этого хотят. Ну и, наконец, ещё одно обсуждаемейшее событие недели. Стивен Джерард, главный тренер Астон Виллы, объявил, за что футболисты его команды в новом сезоне будут платить штраф. Ну, за опоздание, допустим, на тренировку, поминутно, там, по-моему, по 100 фунтов за минуту. За одежду, за неопрятный вид при приезде на игру нельзя в шортах, нельзя в чём-то ещё, либо в трёхочном костюме, либо просто в костюме. За каждый лишний неопрятный предмет одежды штраф, по-моему, 200 фунтов, а может быть, 100. Футболисты платят за то, что они забудут экипировку на поле, иногда ведь они бросают, там, жилеты свои, допустим, да, вот за каждый элемент брошенной одежды тоже 100 фунтов. Футболисты будут штрафоваться за то, что в день рождения они принесли в команду торт, штраф 50 фунтов. Футболисты будут оштрафованы поминутно за опоздание на командное собрание в день игры, а также, опять же, за каждую минуту опоздание на тренировку с выходом на поле. Принято считать, и чаще всего так и бывает, что эти штрафы, о которых знает вся команда, и которые, будучи собраны, потом идут на какое-то командное дело или на премии персоналу, как-то вот так это обычно распределяется. Короче говоря, принято считать, что это сплачивает команду, порождает в ней правильную атмосферу, ну и так далее. Но у меня простой вопрос к Стивену Джерарду. Во-первых, он мне, конечно, не ответит. Во-вторых, кто-то скажет, что ну как ты вообще можешь об этом судить, если ты не знаком лично со Стивеном Джерарду? Ну, тем не менее. А вот штраф в 100 фунтов за то, что футболист, допустим, войдет в душ без шлепанцев. Как это последить? Вот тренировка, она всегда снимается. Опоздал или не опоздал? Всегда ясно, да? А вот в душе кто это должен отследить? Ведь камеры там нет. Или, может быть, есть? Но это опасно тогда. Короче говоря, как следить за этим в душе? Ведь тогда получается, что ставка делается на то, что футболисты будут доносить друг на друга. А это уже отнюдь не командный дух. И мне пришла в голову вот какая мысль. Команда «Ференцварж», в которой работает Станислав Черчесов, близка к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов. Она проиграла первый матч дома в квалификации. Мы, конечно, желаем «Ференцваржу» попасть в Лигу чемпионов, но будет хотя бы за кого поболеть, за тренера хотя бы, да? Так вот, если, не дай бог, Станислав сейчас освободится. Душа для него, сакральное место. Он уже приглашал туда однажды разобраться футболиста, будучи главным тренером «Динамо». Что если сделать Станислава Черчесова, смотрящим по душу в Астон-Вилле? По чью душу? По душу каждого игрока, по душу каждого шлепанца. Я вас уверяю, в этом случае это будет такая серьезная ответственная работа, что штрафов, возможно, соберется даже больше, чем предполагаемая зарплата смотрящего. Всего доброго! Вся наша жизнь играет И если ты не клуб Ты понимаешь, во что ты играешь Здесь этот мир, как большой Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Субтитры подогнал «Симон»